снова здрасте в этот раз будем запихивать пользователя в базу данных но прежде чем начать давайте посмотрим что было в предыдущей серии и так у нас был проект и была страничка секьюрная куда можно было зайти по логину и паролю дальше у нас а вот я попал на эту страничку на не очень понятно получилось но я думаю давайте поправлю чтобы это было намного читабельнее и смотрибельнее а потом продолжим и так я сделал некоторые правки давайте покажу что получилось на мой взгляд это теперь более наглядно у нас есть кнопка home security zone теперь если заведу пароль и заведу логин у меня появляется подобие меню где я могу пойти на страницу администратора менеджера вернуться в общую зону нажать логов и я думаю что это теперь имеет более наглядный и более понятный вид чем было до этого а теперь давайте подключать базу данных я снова создам новый проект да кстати забыл сказать что проект назывался роли с роллс разовался аутентикейшн я переименовал теперь он тоже носит название авторизейшн и я сейчас снова создам новый проект опять же буду использовать чистый шаблон сейчас visual studio станет зависимости уже установила и теперь я возьму с предыдущего проекта возьму вот так вот весь стартап скопируем и заменю его в новом проекте ну потому что мы будем делать практически то же самое я хочу чтобы вы видели какие нужно внести изменения для того чтобы все заработало так как нам потребуется я снова скопирую все контроллеры единственное что я сделаю я при поменяем им space и мы отлично теперь можно запускать запустился проверяем пользователь зашел логов все отлично работает теперь давайте по порядку смотрите для того чтобы пользователя хранить в базе данных нам нужно как минимум этого пользователя создать этого нам потребуется класс и давайте создам сразу две папки дата и папка например идите теперь в папке идите давайте создадим нашего пользователя отлично уберем лишние гадости они нам не нужны привычку мне писать саммари да только саммари то я не написал так бывает я буду пытаться максимально экономить время и для того чтобы любого любую штуку запихнуть базу данных мы будем использовать entity framework core для этого потребуется свойство уникальный идентификатор я его обычно делаю губит потому что микросервисной архитектуре это самый оптимальный вариант чтобы не сталкиваться с проблемами синхронизации и давайте здесь создадим создадим стрелинг паспорт еще создадим свойства ну естественно юзерные еще давайте с большой буквы все-таки чтобы унижать человеком давайте еще создадим свойства стрим который будет называться допустим first name и еще какой-нибудь стринг например допустим last name ну в общем то мы можем сколько угодно на создавать свойства тем более что мы имеют и делать быстро и в общем ключ момент у нас есть паспорт и юзерный теперь пришло время наверно создать аппликейшн дб контекст аппликейшн дб контекст это будет баз данных файл для интити фреймворка ну и для того чтобы соответственно воспользоваться базы данных нам нужно ее установить и я подключаю интити фреймворк корр вот он делаю стол до хочу и в общем то я могу здесь наследоваться от дб контекстом и соответственно мне теперь нужно здесь создать в этом давайте конструктор создадим дб контекст общем аппликейшн дб контекст это чтобы в базовый класс передать информацию о том как мы конфигурируем то есть конфигурации передайте в базовый класс чтобы у нас создавалось все правильно и теперь собственно нужно создать дб сет аппликейшн юзер это будут наши пользователи у нас есть дб контекст и теперь теоретически у нас стал вопрос как мы будем хранить базу данных то есть куда мы будем ее складывать в какой sql сервер скажу таким образом интити фреймворк корр может работать с разными базами данных такими как microsoft sql, mysql, light в общем postgres и в общем на самом деле даже 40 ламы еще с другими все упирается в то что есть специальные так называемые провайдеры баз данных которые предоставляют доступ к определенным ну то есть к реальным базам данных я вот сейчас пока не установил давайте я сейчас опять это сделаю интити фреймворк корр вот смотрите у интити фреймворк корр это базовый пакет и дальше вот пошли вот msql сервер дальше есть sql light есть там postgres есть mysql ну и я на самом деле не буду ставить ни один из них я поставлю то что тоже даст нам возможность работать это называется in-memory я буду использовать базу данных в памяти чтобы не создавать реальных баз данных поэтому это упростить немножко процесс но и для того чтобы эта штука начала работать там где нужно и как нам нужно нужно сконфигурировать базу данных для этого мы сделаем некоторые настройки services add db-context как вы понимаете он называется application db-context вот сейчас на данном этапе уже практически можно давайте я буду делать так чтобы вы видели с какими ошибками можно столкнуться и как их собственно говоря решить но перед этим все таки до настроим наш application db-context для этого нужно указать что мы будем использовать непосредственно памяти данных базу данных use вот in-memory database именно этот get package мы и создали требуется название ну пусть будет memory тут собственно говоря не принципиально вообще если вы установите допустим мой со скей сервер что тут будет написано use msql сервер и в конструктор потребуется указать connection string я не буду этого делать потом если захотите будет видео отпишитесь в комментариях дальше будем решать итак у нас есть application db-context у нас есть юзер который хранить там давайте попробуем давайте попробуем залогиниться но для этого нам нужно в методе логин уже получить данные пользователя из базы данных так как вот этот метод вот как db-context он делает там на самом деле очень много всяких разных штук полезных в том числе и регистрирует db-context и ну и собственно говоря application db-context регистрирует в контейнере и соответственно можно использовать какие-то обертки или еще там репозиторий или юнит о ворке но я буду напрямую прокидывать application db-context ну а в реальных приложениях обычно так не делается ну в общем то на все на усмотрение разработчиков есть у меня application db-context теперь я здесь могу давайте вот так вот сделаем если у нас модул валидные мы получаем юзера который у нас лежит в контексте в папке users папки такой у нас нету очень плохо потому что она должна быть не application db нет я не туда нажал application db длина и твой что это я напридумывал здесь ого себе вообще аксесс что же молчите говорить нужно когда такие гадости делает тот кто вам показывает вот так то должно быть так и в 12 и соответственно ну да все равно пользователи там не видим потому что они должны быть публичным и раз у нас появились пользователи значит да вот они появились мы можем сказать что мы хотим найти пользователя который имеет юзернейм равный тому что пол пришел из viewmodel и который имеет паспорт который пришел опять же из-за viewmodel давайте это вот так вот оставлю пусть болтается хотя ладно пусть неважно так метод у нас ассинка вы значит здесь должен быть и вейт и теперь вот точно нужно все свернуть так вот и теперь мы проверяем если юзер равен нул мы тогда говорим что у нас пользователь не найден для этого мы должны сделать ретурн юм отдать обратно viewmodel пусть человек который это делал сам не мучиться как было в прошлый раз модул стоит нам нужно добавить это error ну напишем юзер нейм это название свойства которые мы будем подставлять и дальше сообщение юзер not found давайте проверим что это работает я нажимаю логин я ввожу какие-то логин и у меня появилось свойство not found ой смысле сообщения юзер not found собственно же что и требовалось ожидать давайте вот это сообщение перенесем в самаре тоже чтобы вы знали как это делается для этого нужно на страничке логин так вот у нас логин давайте вот здесь сделаем такую штуку и напишем а давайте так вот прям напишем give да пусть были give сп а вот сама револида и шан пусть выводится все ошибки и так хотел сделать и для того чтобы там именно здесь отобразились ошибки надо вот это свойство убрать и тогда она не будет показываться напротив а будет показываться непосредственно уже самаре вот юзер not found ну с красками и цветами вы там сами разберетесь отлично так пользователи у нас не найден потому что его в базе как говорится совершенно даже и нет ну и в общем то для того чтобы добавить базу давайте вернемся вот сюда нет я вас обманул давайте давайте вернемся вот сюда смотрите для того чтобы пользователь появился в базе который создается динамически каждый раз то есть им папа в памяти нам нужно хотя вот этот вот подход он используется не только для этого но и вообще то есть сидировать данные нужно в именно вот в этом месте это самый оптимальный вариант ну естественно там потребуется какая-то обработка допустим от миграции но суть в том что это делается в блоке using мы получаем скоб и у хоста который уже создан который уже вот в предыдущем в одиннадцатой строчке запустился и практически работает мы можем сказать крисков и теперь давайте сделаем здесь да то бэйс да и ниши лазер и нет и сюда дадим вот этот вот скоб не даже не сам скоб а давайте дадим вот сервис провайдер сейчас я эту штуку создавал пусть она будет статичная вот и теперь воспользуешь ли шарпером пусть он не создается этот метод он делает это быстро и теперь вот в этом месте мы можем использовать ну допустим ну там у нас уже скоб есть давайте вар контекст равен скоб провайдер get сервис ну мы сделаем вот такую штуку application и не нет application db контекст вот так вот мы получим из нашего контейнера application db контекст ну и собственно говоря дальше остается сделать маленькое дополнение вот сюда вот создать юзера юзер у нас сюда требуется соответственно как уже понимаете application db user вот он я напишу здесь вар здесь напишу new и мы создадим юзеров который будет иметь юзерным вы не поверите юзер паспорт нет вы не поверите будет раз два три куви я потому что быстрее набирать и d ну айди верни да айди неважно властным да тут вы оказались правы если сказали last name и все с ним ну пусть будет не валерий все-таки все с ней теперь у нас есть пользователь и теперь мы можем добавить контекст пользователя и сказать чтобы контекст у нас сохранился упс лишние скобки и теперь при старте приложения мы сможем так пользователя конечно мы сможем создать давайте проверим как это работает так юзеры кве 123 кве сейчас проверим давайте поставим дебаг вот здесь или даже не успел хоть поставим будет здесь и нажмем секьюрная зона юзер раз два три кве enter и смотрите что у нас получается юзер найден юзер у нас с теми с чем и нужно мы его создаем клаймы и запихиваем в cookies и создаем ну в общем возвращаем его на страницу то есть как вы понимаете у нас пользователь сейчас уже создан и он находится в базе данных но это всего лишь только начало пути потому что представьте что нам нужно еще создать таблицу роли нам нужно создать таблицу совмещения роли на пользователя то есть юзер ин ролл нам нужно создать пермишина нам нужно еще всяко всяко кучи создавать ну и собственно говоря управление до хранить пароль в базе данных нельзя потому что ну нельзя и все то есть вот этот вот набор дополнительных требований которые нужно будет реализовать он как бы на самом деле ну такой немаленький ну и поэтому microsoft придумал решение которое называется microsoft identity и и в общем то здесь уже мы сейчас это будем использовать в этом microsoft идентики уже реализовано все что нам нужно для того чтобы можно было хранить пользователя в базе данных ну и давайте приступим для начала мы найдем этот самый microsoft идентики а и спдот нет корр вернее microsoft и спдот нет корр идентики и вот он и установим его ну на самом деле этого немножечко мало потому что нужно еще установить а спдот нет и метки нтти фреймворк корр насколько я помню да вот ну то есть как минимум чтобы этот идентики склеился с антити фреймворком нужно установить счет этот пакет я его тоже сразу установлю но а теперь давайте за пользуемого заюзаем так сказать что нам нужно в самом начале у нас есть пользователь и он у нас давайте вообще самого начала у нас есть в контекст и что нам дает собственно говоря использование этот microsoft идентики и сейчас насти идентики корр для для идентики фреймворка мы можем здесь вот написать идентики дб контекст и указать но мы пока ничего не будем указывать я потом покажу смотрите если нажать в 12 то можно увидеть вот здесь вот идентики дб контекст наследования вот здесь вот дальше можно увидеть уже непосредственно идентики дб контекст сейчас покажу сейчас достучусь вот еще одно наследование в общем вот где-то здесь вот в дебрях прячется вот этот вот и быть дб контекст и вот он тот самый дб контекст ну и в общем то смотрите на дб контекст появляется надстройка такая как пользователи клаймы логины токены то есть все то что вам не захочется вручную реализовать здесь уже будет реализовано дальше смотрите появляется юзеры права ну смысле роли роли на клаймах но и таким образом по по нарастающей как вы видите у нас появляется все что нам нужно для того чтобы собственно это пользоваться и это что было без проблем смотрите вот поэтому не появилась надпись что уже вот это свойство она перекрывает существующих базе данных поэтому я его просто удалю и на самом деле это еще не все как минимум мне нужно сделать следующее смотрите у меня есть пользователь он тоже должен быть специальным то есть я должен создать пользователя который у наследован должен быть от identity user но дело в том что пользователь просто identity user по умолчанию использует гуид типа стринг мне это не подходит хотя в принципе в большинстве случаев этого достаточно то есть вам можно собственные придумать какие-нибудь там генераторы или просто строки водите этот идентификатор по умолчанию стринг я не знаю зачем microsoft так сделал но и смотрите у меня идентификатор будет и он противоречит тому что уже есть базе данных а он соответственно стринг я не хочу использовать стринки поэтому я переопределю пользователя на то чтобы он использовал будет теперь у меня подсвечивается синтаксис что уже есть у меня вот этот вот идентификатор айди который уже существует базе данных смотрите у меня уже есть name подчеркивается но last name и first name нафиг не нужны и пассвор соответственно нет потому что identity microsoft identity хранить это все в специальном образе специальном месте давайте вот эти свойства удалим удалим name удалим пассворд и у нас будет чистый first name last name бокс не пусть остаются в общем то на самом деле это тоже пока не конец потому что если мы переопределили ключ тогда она потребуется здесь этот ключ указать во первых мы создадим во первых здесь потребуется указать application user дальше смотрите следующим параметром идет а при но вообще давайте тогда сразу напишу application roll у меня пока нету application roll и соответственно третий параметр это тот самый кей то есть и теке или такие если хотите который я выбрал будет и мне нужно сюда его добавить но и раз у меня все кастомное так сказать да то мне нужно создать класс вот этот application roll но и смотрите опять же она говорит мне что он должен быть от гуида наследован то есть я здесь должен сделать identity roll и указать что я использую переопределение на гуид я все-таки неправильно видимо написал application да нет правильно чё обижается ну ладно неважно давайте тогда его перекинем в наши энтити решарпер сделает это быстро вот чтобы он не мешался здесь но и таким образом мы получилось сделать identity sb-context с переопределением пользователя который будет использовать гуид как индекс роли и гуид теперь для того чтобы это все заработало нужно в файле стартап доконфигурировать наш application db-context во первых нужно указать что мы используем identity здесь если вот подсветить сигнатуру видите t-user и t-roll это значит application user и запятая application roll далее ну во всяком случае давайте запустим и проверим как это работает ой мы уже не можем запустить у нас тут лишние свойства появились действительно давайте тогда здесь все доправим и так у нас пользователь дальше еще у нас есть ошибка вот здесь а ну да здесь мы проверяем вручную теперь нам этого не потребуется давайте я за комментирую эту штуку и сделаю это теперь по-умному так сказать мы найдем теперь пользователя мы найдем пользователь теперь при помощи тех утилит которые нам предоставляет microsoft аспа идут на этой венте для этого нужно сделать следующее так во первых где у нас используется он только здесь поэтому я вот эту штуку всю уберу и снова создан конструктор но уже в этот конструктор подставлен юзер менеджер который собственно говоря предоставляет нам идентики и здесь нужно мне указать аппликейшен юзер юзер менеджер указать название я его сделаю вот таким вот образом и теперь я вот этот менеджер могу здесь использовать юзер менеджер ну я могу значит сделать таким образом файд юзер байны на самом деле видите здесь очень много всяких полезных штучек и не так не сказать чтобы я прям всеми пользовался но иногда это на самом деле дает большую гибкость в любых приложениях в любых решениях и здесь мне нужно указать модул юзер нын так это у нас осенька в это значит должно быть await хорошо и теперь мы должны проверить если юзер а стоп во первых тут возвращается не юзер а если вы видите здесь возвращается аппликейшен юзер ну да здесь у нас юзер если есть вернется пользователь если нет вернется но есть юзер равен но мы проделаем то же самое что делали раньше а вот здесь я не буду это делать я это ставлю здесь давайте вот это вниз опущу вот это оставим на вопрос если вдруг вам захочется посмотреть и тогда дальше что нам нужно сделать все-таки когда пользователь есть нам нужно его авторизовать теперь вот эта штука нам не нужно я эту закомментирую теоретически конечно можно это сделать но я бы не рекомендовал потому что в процессе авторизации который делается посредством фреймворка то есть identity фреймворка она там намного сложнее поэтому собственно говоря я вас призываю использовать правильные инструменты но и в общем как вы видите мне здесь потребуется опять же сайны менеджер у которого я должен указать непосредственно пользовательский то есть название пользователя класс и собственно время не теперь нужно также прокинуть контроллер через агентить через депренденте джекшн который собственно гре предоставляет регистрация в контейнере сам фреймворк и теперь когда у меня пользователь найден я должен сделать следующее я должен сказать сайны менеджер ну в общем как вы понимаете конечно же сайн-ин но здесь не совсем такое здесь нужно использовать паспорт сайны потому что потому что у нас есть папа паспорт пользователя который мы будем получать из юая там есть другие варианты например просто сайны там имеется только пользователь в общем на самом деле очень много вариантов поэтому я дам это вам для домашнего изучения в общем вариантов очень много модул паспорт я дам сюда соответственно у меня сайны значит должно быть и вэйт и надо прочитать что он возвращает он возвращает sign in result значит мне нужно написать вар резалт и если резалт success тогда мы делаем redirect но в общем как вы видите тут success может быть и еще может быть несколько вариантов пользователь заблокированы им но ему там запрещено двухфакторная авторизация требуется вы здесь можете это все обработать своими собственными силами и средствами в общем тут уже как бы уже конкретные результаты которые там внутри лежат внутри фреймворка которые вы можете также использовать ну и у нас он говорит что у нас нету резалта да мы здесь должны сказать return то есть если не success тогда мы будем опять возвращать моду пользователя и в общем вот эта штука нам пока не нужно но я пока это оставлю и у нас еще здесь есть дополнительные сигнатуре параметры которые нужно указать но во первых из персистенцию то есть запоминать или нет я поставлю фолз вы можете эти данные получать от пользователя с формы и блокировать если пользователь ввел несколько раз неправильный пароль я тоже не буду это блокировать я поставлю фолз и в общем то давайте теперь проверим что у нас эта штука работает хотя конечно же сейчас проверим давайте запустим и проверим итак мы получили ошибку в которой собственно говоря все сразу и понятно здесь microsoft identity нам говорит о том что у нас есть менеджер она пытается активировать но она не может разрезовывать user store это правильно потому что мы его забыли зарегистрировать но даже не столько вы сколько я здесь нужно добавить вот такой дефолт вот entity framework stores здесь нужно указать application db контекст который будет как раз собирать всю эту информацию и сейчас у нас будет еще одна ошибка давайте запустим я просто хочу показать чтобы вы видели те ошибки которые могут возникнуть и у вас давайте залоги нем всем а вот кстати я ошибка смотрите у нас redirect ушел опять неизвестно куда то есть у нас раньше был это через cookies и аккаунт логин ему поменяли теперь у нас опять ушел неизвестно куда и это вот почему смотрите когда вы подключаете identity давайте так вот красиво сделаем когда вы подключаете db контекст и в частности identity то вот это вот аутентификация перестает работать она нам больше не нужна соответственно вот этот вот логин пас и access denied pass они переключились на стандартные которые настроены в identity для того чтобы нам исправить эту ситуацию нам нужно использовать уже сервис конфигура application cookies вот и уже настроить здесь те же самые грубо говоря параметры которые нам позволят перенаправить пользователи на правильную страницу то есть вот эти вот настройки вот этот вот относится уже к identity а вот это только к этим и сейчас если я запущу давать проверим уже с новыми настройками она должна заредиректить уже на правильный логин я нажимаю логин но и как вы видите она вернула нас на админ логин давайте напишем user давайте напишем матершины пароль и у нас пользователь не найден а почему потому что у нас пользователя нет вообще да насколько я помню мы откроем где вот он и не шайлайзер пользователь у нас есть но он у нас просто попадает в таблицу и никак а него про него база данных не знает давайте исправим эту ситуацию но вернее я неправильно сказал база то про него знает про него не знает identity ничего поэтому мы здесь закомментируем предыдущий код и сделаем уже по правильному для этого нам нужно сделать следующее как вы понимаете мы должны здесь получить юзер менеджер для сущности application user и я должен назвать это соответственно уже по-другому и теперь будем использовать как раз тот самый юзер менеджер который собственно игра имеет специальный метод create async сюда добавляется тот самый юзер и здесь у нас есть паспорт ну вот как раз паспорт мы сюда и пропишем тот самый матершинный паспорт но и как вы понимаете это айсинг а у нас метод статичный и не айсинг тогда мы должны сделать get a waiter и get result create у нас возвращает результат identity result поэтому должны сказать что у нас вот такая штука дальше мы должны соответственно обработать этот результат насколько я помню там есть ок сидит вот и соответственно давайте сделаем если не так сидит тогда ну тогда тогда ну давайте сделаем строу экзепшен какой-нибудь давайте я ничего не буду говорить да я вот здесь у бряку поставлю вот чтоб проверить что он у нас не сработал я предполагаю что он не сработает потому что мы не сконфигурировали сам пользовательский паспорт да там есть некоторые ограничения ну в общем давайте запустим вы сейчас увидите все сами вот смотрите у нас резалт вернулся не с оксидит у нас есть две ошибки и он говорит что у нас в названии верни в пароле нам требуется на алфавитный символ вернее не алфавитный еще требуется от ада за апперкейс то есть за главными буквами давайте это сконфигурируем потому что долго возводить будет а я хочу простой и я хочу как раз показать где это делается когда мы подключаем identity здесь есть такая штука как конфигурирование вот этого самого identity да и я напишу здесь конфиг и напишу паспорт и скажу что реклайд тегис фолз мне он не нужен и немножечко с дублируем реклайд полки из фолз реквард но алфавит тоже не требуется апперкейс тоже не требуется но еще скажу чтобы длина пароля было допустим не меньше 6 символов теперь соответственно если нажму снова и как вы видите все запустилась наша бряка туда не попала поэтому можно считать что проект запустился соответственно если теперь буду заводить пользователя он у нас матершинным именем юзер и такой же у него матершинный пароль я нажимаю а давайте на поставлю breakpoint где у нас админ контроллер а он у нас стоит отлично тогда давайте его запустим и вот мы нашли уже пользователя как вы видите вот он он вот какой-то хэш так ну хэш пароль и соответственно где вот first name last name пользователь юзер мы проверяем что есть теперь мы делаем sign in sign in у нас менеджер есть юзер есть мы нажимаем sign in пользователь зашел отличное нажимаю отпустить и как вы видите у нас работают те же самые а нет не до конца работы то есть в логин то я зайти зашел а вот дальше я собственно ничего не могу сделать давайте нажмем выход свернем проект остановим и добавим наши клеймы для того чтобы наши клеймы заработали также как было в предыдущем примере нужно здесь после того как пользователь создался он у нас создается control the database ниша лазер вот вот здесь я сделан теперь наоборот что если success тогда мне нужен юзер мен менеджер так . ну и вот вы видите что здесь мы можем добавить и паспорта и и роли и клеймы то есть роли опять же поддерживаться для для гости так сказать использование но я рекомендую опять же использовать клейм сну и мы добавим один клейм который у нас назывался так name нам уже не нужен нам нужен только вот роль давайте я вот так вот скопирую чтобы показать откуда во что берется но видимо я как его хреновенько скопировал ну да конечно нам нужен только вот этот я нажимаю сюда здесь нажимаю control z control v добавить клеймы ролл нажимаю сохранить и так как он асинт я должен поставить здесь а вейт а стоп у меня метод статичный поэтому я должен здесь написать get a waiter и get result и на самом деле мне так что то у нас здесь еще красненького мне нужно добавить сюда пользователя пользователь у меня уже создан для какого пользователя создаю клеймы вот этим вот образом и соответственно если сейчас запущу так я уберу отсюда вобряку она нам не нужно ну и ради чистоты эксперимента я нажму выход я выход нажать не могу давайте посмотрим почему а ну да выход же у нас не работает да это нужно будет тоже делать но и вот я нажимаю вход я завожу всякую дрянь мне access denied опять же я сделаю вот так до пользователь на 1 теперь завожу юзеры завожу матершинный пароль нажимаю 1 2 3 я зашел теперь нажимаю менеджер и как вы видите я могу ходить пазы по закрытым ролью так сказать страница но и у нас выход не работает давайте его тоже реализуем нажмем столб найдем кнопку логов вот он и здесь опять же будем использовать сайны сайны менеджер здесь нажмем лога сайна out и здесь нам даже ничего делать не нужно сделаем его единственное чтобы он был а вейт шарпер нам добавить таск ритурн и в общем сейчас запускаем сейчас должен сработать еще и сайнаут логин юзер матершинный пароль логин отлично все роли есть нажимаем логов ну и как вы видите все собственно грям закончилась ну видимо удачно можно считать ну и что собственно говоря дальше дальше у нас следующее смотрите так как у нас подключена identity и у нас сейчас identity хранится в нашей собственной базе данных ну не важно где там на хостинге или на вашем компьютере или может быть на удаленном неважно куда вы обращаетесь то существует сюда вероятность подключить еще дополнительные провайдеры ну например так давайте сделаем вот таким вот образом есть к понятия как инстарк экстерна логин с этап и в общем-то можно использовать с этим identity дополнительно google facebook microsoft аутентификация twitter но и другие провайдеры в общем вы можете даже и касту на реализовать здесь их на самом деле еще много и в том числе вот даже вот вк есть и как это собственно говоря работает то есть вот эти вот сервера вот эти вот идентификаторы удаленные до external так называемый они просто проверяют пользователя на наличие своей базе если он есть представляет специальный код этот код записывается в вашу базу данных и в стою в список логинов таким образом получается что пользователь может войти в ваш сайт ну то есть в зону защищенную от аутентифицировать в другом сервере на другом провайдере авторизации таким же провайдером может выступать и идейте эти сервер о котором мы будем говорить следующих сериях ну и собственно говоря на этом наверно все спасибо большое что смотрите комментируйте пишите подписывайтесь лайкайте в общем делайте полезные дела а